Субтитры создавал DimaTorzok Но мы обязательно к этому вернемся Но хочется начать вот с чего Совершенно непонятно зачем И об этом я хочу вас спросить Зачем же На оккупированной территории Донбасса Приезжает Я хочу прочитать по списку, кто приезжал Это очень интересная история И зачем, с их точки зрения, предлог они приезжали Итак, легендарный, уже ставший легендарным Дмитрий Медведев Вместе с российским генеральным прокурором Красновым Главой следственного комитета Бастрыкиным Директором ФСБ Бортником Министром внутренних дел Колокольцев Тоже с ними И, конечно, куратор по Донбассу Кириенко Зачем же приехали все эти представители силовиков Российских Так как это подают Медведев Вот очень интересно Очень интересно, как это подают Медведев Они говорили о гармонизации Законодательства Непонятно, почему силовики решают этот вопрос О восстановлении инфраструктуры Непонятно, почему силовики решают этот вопрос А, конечно, о социальной поддержке людей На оккупированных ими территориях Тоже непонятно, при чем здесь силовики Ну и, конечно, ремонте больниц Наверняка этим должен заниматься Бортник Что-то интересная история Да не очень интересно Совершенно очевидно Совершенно очевидно Значит, ну, Медведев Выскакивает из своих коротких штанишек Так он хочет каким-то вторым образом Просочиться там на пост президента России Либо там занять более серьезную позицию Если Путин никуда не уходит Ни в каком виде То есть более серьезную позицию Чем заместитель Совета национальной безопасности и обороны Он попробовал, уж не знаю, кто ему посоветовал Стать самым-самым страшным ястребом Даже для того, что Знаете, вот эти вот алкоголики Они обычно там чертиков гоняют С пиджака А это солдатов НАТО Да что, до этого, что гоняет Солдатов НАТО со своего чертука Не работает Тогда Его имиджмейкеры, очевидно, политтехнологи Посоветовали ему стать более конструктивным То есть, что он Чокнутый, психованный Экстремист Он уже продемонстрировал, что он самый отмороженный среди окружающих Теперь ему надо продемонстрировать некий конструктив И вот он договорился и собрал некую бригаду Как бы во главе с ним Которая занимается чем-то, ну, условно говоря, позитивным То, что на оккупированных территориях Идет сейчас попытки восстановления какой-то там институтуры и все прочее Ну, вообще, на самом деле, этим должны заниматься силовики Ну, поскольку там только что были военные действия В любой момент они будут возобновиться Там продолжают работу наши спецпозразделения Ну, то, что там этим занимаются силовики Это как раз вполне уместно То, что там некие представители юстиции Это политические отголосы Они же организовывают судилище На дозовцах Организовывают судилище И по той информации, которая у меня есть Вот после этого визита как раз Это важно Вроде бы никаких там экстремальных приговоров Не планируется То есть, они даже могут там вынести приговор о смертной казни Но не приводить его в действие Вот такая вот установка приехала из Кремля Вот организовать это судилище Да, тут, конечно, нужна помощь и Бострейкина, и Бортникова И всех остальных Судилища, судилища И охрану его соответствующую Чтобы это как бы прошло у них для телевизора хорошо Так вот, во главе этих процессов Восстановления, в кавычках, разумеется Какой-то там юридической справедливости Суд над защитниками Азовстали Защитниками Украины Плюс организация каких-то там финансовых потоков Еще чего-то такого Вроде приведения мирной жизни Вот Медведев пытается стать Во главе этого процесса И продемонстрировать России И, главное, Кремлю Путину Что не только отморозок В отношении агрессии России Но он как бы способен вести Какую-то там конструктивную Условно-созидательную деятельность Полиотехнология Попытка человека Любым образом Хоть по кусочкам Хоть в жидком виде Но просочиться на должность Как минимум остаться А еще лучше Стать чуть-чуть повыше Все Александр, но Вряд ли, наверное Медведев мог бы сам Инициировать такую поездку И тем более Отдать приказ Бортнику Следовать за ним Условно говоря Вот, возможно Если Медведев Поехал во главе Такой представительской делегации Которую, возможно Кремль делегировал На оккупированные территории Можно ли тогда считать Что Медведев пользуется Каким-то определенным доверием Кремля И тогда все глупости Которые он говорит Мягко говоря, глупости Это тогда попытка Кремля Доносить Свои такие странные месседжи И тестировать заявления Медведева Общественное мнение Вот эта поездка Она говорит о том Что все-таки Медведев Может рассматриваться Кремлем Как кто-то серьезный Или все-таки нет Не Кремлем Коллективным Путином Коллективным Путином То есть борьба За то Кто будет рулить страной После Путина А все же понимают Что он в возрасте Такого Да и Путин понимает Что он в возрасте Такого Что он в Кремлевскую стену Уверенным строевым шагом Таким направляет Не сегодня Завтра После завтра Но это точно произойдет В чем мы можем быть уверены Что жизнь Это не излечит Моя болезнь Точно заканчивающая смертью И для такого Тирана Маньяка И преступника Как Путин Точно закончится И в данной ситуации Он позволяет Он позволяет Есть такая традиция Что пускай Вот эти вот щенки Щенки В коробке Для щенков Они там пускай Возятся внутри себя И тот Который из кучи Там вылезет наверх От вот того Значит так Собаководы Выбирают собак Бросают Всех щенков В кучу Они там Который оказался Сверху Вот этого надо Брать Типа более сильные Более Жизненно приспособленные Вот это вот У них и происходит Вот эти вот Волчата Эти волчата Они там Возятся Внутри себя И есть вторая Тенденция Тоже очень Российская И я бы даже сказал Очень советская Вот в такой Возне На самом деле В отличии от щенков Выбирают В победитель Не самый сильный А наоборот Самый приспособленный Его Выталкивают Выталкивают Наверх Те которые Грызутся между собой Вот таким вот образом К примеру Там Маленков После Сталина Оказался Во главе Там вот этого Условного Политбюро Которое было Он был никакой Но его Как наименее опасного Выдвинуло Все это Грызущееся Сообщество Грызущееся За власть Точно так же Брежнев Рассматривался Как совершенно Никакой На фоне Всех которые были Там всяких шипил Серьезные же были Фигуры Претендующие На больше А Брежнев Никакая практика Вот давайте Мы его временно Пока мы тут Не договоримся Вот Медведев Именно такой Для страны Он типа там Боевой Боевой Уж не знаю Какое слово Приспособить Боевой Долбоклюв Летающий Значит В своем Эфемерном Пространстве Побеждающий Вот этих самых Чертников Надо А для Внутри Себя Он никакой Его помнят Что он был Никакой Он не сумел Даже не то что Удержать Президентскую Валю Даже Претендовать Даже каким-то образом Постараться Удержать Никакой Вот его Временно Готовы Как бы Вот эта Кремлевская Банда Волчья Стая Она готова Как бы Его представить Наверх А там Разберемся А мы его Потом сожрем В любой момент Временные Процессы Но Они Демонстрируют Тем кто хочет Это видеть И готов это видеть Что там идет Отчаянная Грызня За власть А она идет Именно потому что То что происходит В России И с этой Затеянной Ими войной И с общемировой Ситуацией Вокруг Вот не нравится Им Не нравится Им всем Включая Путина Они Отчетливо Осознают что Они влезли В страшную беду И все рушится Прямо у них На глазах И они Мучительно Ищут какой-то Вариант Который позволит Перегрупироваться И что-то Поменять Вот отсюда Выталкивание Наверх Этих Плюшевых Мишек Снарисованный Вампир Снарисованный Искусственными Такими Зубами Вот этот Медведев Плюшевый Мишка С вставными Вампирскими Зубами Ну и Еще одна Тема Итак Взрывы Взрывы В Крыму И в Беларуси Конечно же Конечно же Украинский Генеральный штаб Сказал что мы Здесь ни при чем Естественно Да это понятно Ну С другой стороны Известные Аналитики Западные Военные Думают Что это было Чем Украинцы Все-таки Поразили То что Они поразили Российские цели И в Крыму И в нашем Крыму В украинском Крыму И в Беларуси И очень много Разных предположений Начиная от Ракет И заканчивая Сегодня Вашингтон пост Кстати Написал Интересную информацию Что Это сделали Украинские Спецназовцы Ну вот Много Разной Всякой информации Об этом Вот Ну конечно Мы же верим Генеральному штабу В первую очередь Но все-таки И обратим внимание На то что пишут Известные западные Эксперты Как вы считаете Насколько Вот вся эта история Повлияет На дальнейший ход Военных действий Даже может быть Не с точки зрения Военной А с точки зрения Репутационной Да Потому что Ведь Россия Вот Да Потому что Россия Жесто раз говорила Что если вдруг Они там начнут Что-то обстреливать Украинцы То мы там По центру Принятия решений Так а мы же Ничего не обстреливали Они сами признали Какие уж Стрельбы-то По центру Принятия решений Они же сами признали Что мы ничего не делали Очень интересная Эта история Дальше-то как С репутацией У меня есть Две новости Наших слушателей И зрителей Одна Хорошая Другая Не очень Значит Это классический подход Вот если бы вы сказали Одна хорошая Я не сказал плохая Я сказал не очень Ну хорошо Не очень Это не значит плохая Не очень хорошая Которая могла бы быть лучше Ну во-первых Я сразу же Сразу как это событие произошло Я Как бывший ракетчик Я проанализировал эту ситуацию И проанализировал С той точки зрения Что Дозвуковая ракета Это кинжал И горпун Достает до туда До Новофедоровки По дальности Он способен До туда долететь Нанести Искомое повреждение Но при этом Две ракеты Не могут Одновременно попасть Вот Вот прямо В такой синхронности В разные точки В разные точки могут А столько синхронно Нет Ну и По такую ясную Светлую погоду Дозвуковую ракету Хорошо видно И Скажем Те оперативно-тактические Ракеты Которые На сам МС А так СМС Которые Нам Обещают Не обещают Ну вот Такое Облако Тумана Тонспирологического Существует вокруг этого И слава Богу Они тоже Это вот Вы буковки произнесли Это же никто так и не понял Что вы такое За буковки произнесли Можно Шифровать Это оперативно-тактическая ракета Которая может стартовать Из любимых нами Прямо вот Святых Хаймарсов Она заряжается Вместе Шести Шестиствольные Установки Которые выпускают Шесть ракет Вместо них Ставится один Контейнер С которой Стартует Оперативно-тактическая Ракета С дальностью До 300 До 300 Километров Которая летит С двумя скоростями Звука Вот если Крылатая ракета Гаркун Непун Которая летит Со скоростью Звука Чуть меньше Летит со скоростью Пассажирского Авиалайнера То это летит В два с лишним раза Быстрее Но ее все равно Видно Ее видно Даже Гиперзвуковую Ракету Кинжал В принципе На участке Снижения Видно На тех Многочисленных Видеозаписах Не видно И скажем Такую картину Могли бы создать И даже Одновременный взрыв Могли бы создать Системы Залпового огня Но каким образом Подтащить Расстояние Даже 70 километров По оккупированной территории Или по посматриваемому морю Подтащить систему Залпового огня Нереально Прелесть в том Что там С советских времен А это Аэродром Морской авиации Там еще С советских времен И она так остается Напичкана Система ПВО Все вокруг Этот укреп район Такой Авиационный Ну Оно же вообще Никакое ПВО Российское Не работало Ну как минимум Они могли ничего не сбить Потому что У них так сказать Мощь Их ПВО Во многом Дутая Это не только Украина Война против Украины Проверя То что у них происходит Сирии Но Они хотя бы постарались Куда-то стрелять Суть в чем Мои рассуждения Анализ приводит к тому Что это Абсолютно блестящее Как я об этом и написал Повторяю Абсолютно блестящее Диверсионная операция Вот уж не знаю Кто ее произвел Вот не знаю Трудно представить Может какие-то там Угандийские Угандийские мстители Не знаю Но блестящее Диверсионная операция Которую Я скажем Могу ставить В один В один ряд Скажем Операций Норвежских диверсантов Времен Второй мировой войны По уничтожению в Норвегии Заводов тяжелой войны Эта диверсия Отсрочила В общем-то Почти сделала Невозможным Создание атомной бомбы Именно Фашистской Германии В данном случае Эффект вот этой Спецоперации Ну он Совершенно Потрясающий Именно в морально Боевом духе По уничтожению Морально боевого духа Агрессора Потому что Одно тело Такие там Непонятные Рассказы Что там происходит На фронте Которые рассказывают Российские пропагандисты Но вот эти вот кадры С ужасом Российских туристов С этими стонами И плачами Как они драпывают Из Крыма И стоят в очереди На этот мост И вот же Вот они увидели Что война есть И война не такая Победный марш Российской армии Там все такое Прочее Все Даже кто верит Что они там Безусловно Побеждают И все идет по плану А они вдруг Воочию увидели Что нет Украина не то что Готова капитулировать Она сражается И это приходит Война все ближе И ближе к ним И Украина Абсолютно Не отказывается Ни от Крыма Ни от каких Других своих территорий И не боится И не боится Наносить удары По этим территориям Которые являются Нашими Украинскими То есть На самом деле Они Эти Россиянам Сочувствующим Спецоперации Не удастся Отсидеться К ним придет Это не только В виде похоронок И гробов Ну и непосредственно В виде каких-то Там подрывов Боевой техники И всего такого Крочего То есть Не столько Там 7 Или там 9 По разным оценкам Самолетов Это очень много И очень хорошо Но Моральный удар По российскому Обществу Это был колоссальный Просто колоссальный И перекрыть его Абсолютно нечем И Кремль Вынужден Так сказать Сделать вид И рассказывать В очередной раз Что на крейсере Москва Произошел пожар И он поэтому Утонул Вот примерно Тот же самый бред И все понимают Что и в России И понимают Что это бред В общем Очень надеюсь Что это будет происходить Что-то похожее Что-то похожее Произошло И в Беларуси Что-то похожее Ничего не прилетало Ничего не прилетало И это правильно И это показывает Что мы способны На асимметричные Но крайне эффективные Действия Асимметричные Крайне эффективные Действия И очень надеюсь Что это будет продолжаться Это будет продолжаться И вот для меня Лично После таких событий Фантастических Я говорю Что эта спецоперация Достойна войти В аналлы Разведывательных Диверсионных Операций мира Так вот У меня Резко усилилось Позитивное Настроение В отношении Освобождения Херсонской Области Юга Украины И все Резко Улучшилось Настроение И оценка Позитивности Этих действий Что я сказать Хотел Не очень хорошее Но в общем-то Не надо петь песни Что у нас уже есть Эти оперативно-тактические Ракеты Пока Стопроцентных Подтверждений Этого нет И мы так и будем Находиться В этой позиции Это не были Оперативно-тактические Ракеты Притевшие В Крым Мосту Крымскому Который надо Уничтожать Как важные Магистрали В смысле Ракетного удара Пока не очень Что-то угрожает Но В отношении Куда более Эффективного Диверсионного Шага Мосту Как раз Резко Придется Вздрогнуть И россиянам Которые его охраняют Резко Придется Вздрогнуть Поскольку Таким же образом Может произойти Нечто подобное С Крымским Мостом Если продолжать Говорить О действиях И настроениях Окупантов То Очень интересная История Разворачивается Вокруг Запорожской Атомной Электростанции Казалось бы Ну Ничего Более Сумасшедшего Да Придумать Вообще Сложно Чем Играться И устраивать Стрельбище На Запорожской Атомной Электростанции Самой большой Атомной Электростанции В Европе Более того Последствия Любого Там Взрыва Они же Коснутся Не только Украины И только Этой территории Они Я так понимаю Очень активно Коснутся Крыма России И даже Турции И Европы И многих Многих Других стран Но тем не менее Россия идет На это Более того Вчера Она собрала Совет безопасности Организации Объединенных Наций Якобы Обвиняя Украину В том Что это Делает Украина Очевидно Всему миру Учитывая То что И спутниковые Съемки Очевидно Кто это Делает Это понятно Но Россия Все-таки Отказалась От Демилитаризации Зоны Вокруг Запорожской Атомной Электростанции И в этом Смысле Вот С точки зрения Политической Международной О чем Вам Это говорит Потому что Действия эти Странные Мягко говоря Нет Людмила Нет Это действия Очевидны Совершенно Прозрачны Не вызывают У меня Лишь никаких Сомнений Ну и соответственно У людей Которые Работают По этой теме Что у нас Что в мире Они не вызывают Никаких вопросов И недоумений Точно так же Это не вызывает Вопросов То что они Оккупировав Какую-то территорию Находят Коллаборантов Ставят Их там Во главе Какого-то процесса Или там Начинают готовить Псевдореферендум И ерунду По присоединению Вот это Нам же понятно Зачем это они делают Они хотят Легимитизировать Свою оккупацию В той или иной Форме Как минимум Легимитизировать Для себя А может быть Еще кто-то На это время На эти процессы На референдуме Поведется Не только Это Сирия Условно говоря Китай Скажет Воля изъявления Народа Воля изъявления Народа Запорожской области Которая Оккупирована Далеко не полностью Но тем не менее То есть Смысл Происходящего Вокруг Запорожской Атомной станции Хочу Успокоить Атомные станции Сооружались Умными людьми В советские времена Рассчитаны на то Что там В радиусе Километра Может произойти Ядерный удар Ракеты Ядерный удар Сирийской ракеты И атомная станция Не должна разрушиться Атомный реактор Не должен разрушиться При попадании Ядерного Взрыва Ядерного наружу В полкилометре Примерно Вот этого Антистрой С колоссальнейшим Запасом Это одни Самых прочных Сооружений Которые существуют В мире Атомная электростанция В том числе И в советском союзе Строилась Очень надежно Беда Произошедшая С Чернобылем Это Удивительное Совпадение Множества факторов Главные Из которых Человеческих Об этом Не любят говорить Но на самом деле Взрыв Чернобыльской Атомной станции Произошел потому Что персонал Станции Занимаясь Некими Экспериментами Рационализаторским Предложением За которое Платят премию Там они хотели Во время Регламентных работ Использовать Ряд Свободный выбег Ряд Отключенный сети Но турбина Продолжает Обращаться Пока она не Остановится Трое суток А почему бы Не использовать Эту энергию Потому что Реактор все равно Вода гоняется Охлаждение Происходит Использовать Энергию Свободно Вращающейся Турбины Чтобы использовать На самообслуживание Реактора Но чтобы Продвести этот Эксперимент Эксперимент А не последовательный Персонал Отключить Пять систем Защиты Станции Пять систем Которые были Были Последовательно Отключить Чтобы провести Эксперимент Который дал бы Экономию Электроэнергии И люди Получили бы Премию За рационализаторское Подложение Поэтому Там При отключении Систем Защиты Начал Перегреваться Реактор Внутри Энергии Для Хладагента Для Лоды Не хватало Он начал Перегреваться Изнутри Ядерные Стежни Не пошли Поздно Пошли Чтобы заглушить Реакцию И он Зорвался Изнутри Котел Поставлен С герметизированной Крышкой Поставлен на год И поэтому Разлетело Снаружи Его Взрывать Сначительно Сложнее Даже Прямое Попадание Какой-то Там Пакетом Отграда Не разрушит Ядерные Реакции Даже То Что Они Там Идет Информация Что Они Сделали Склад Боисприпасов Это Тоже Не должно Привести К такой Ситуации Подобной Чернобыльской Реакции Подчеркиваю Там Произошел Взрыв И Снутри Самой Середины Разбросав Активное Ядро Наружу Вывернув Наружу То есть Всего Реактивного Элемента Что Делает Россия Нагоняя Эскалацию Этой Атомной Станции Она Пытается Добиться Легитимизации В мировом Сообществе Своего Контроля Над этой Территорией Через Болезненные Точки То есть Мы Говорим Что Они Мы Говорим Что Мы Можем Взорвать Эту Станцию Она Может Выйти Из-под МАГАТЭ Представитель Не Общайтесь С Украиной Которой Пронарежит Эта Станция Общайтесь С нами Мы Фактически В контроле И можем Тут Устроить Ядерную Беду Общайтесь С нами Переключайте Свою Общение Признавайте Тем самым Что Эта Станция Уже Наша Вы Общайтесь С нами Окей Наша Станция Мы Переключаем Энергию На Крым Мы Отключаем Энергосистем Украины Этим Шантажом Они Пытаются Представить Себя И Легитимизировать Своё Владение Управление Этим Процессом Точно Так же Почему Мы Не Очень В восторге Она Легитимизировала Россия Свою Позицию В отношении Вывоза Зерна С ними Приходится Договариваться О чём-то Они Да Нет Разрешают То есть Они По факту Легитимизируют Свою Окупацию Прибрежных Территорий И Окупацию Владение Чернобурским Морским Регионом Вот в чём Дело То есть Они По кусочку Пытаются Убедить Весь мир Создать условия Когда мир Вынужден считаться Что они Захватили И они Этим Управляют И это Как бы Становится Ими Вот в чём Смысл Они Пытаются В мировом сообществе Создать Ситуацию Когда мир Вынужден Признавать Что это их Мир Вынужден Был признавать Что они Контролируют Крым Хотя он Украинский Вот Эта история Которая вчера Случилась На Собвезе ООН Вот когда Штаты Предложили Всё-таки Чтобы российские Войска Были Выведены Чтобы Была Демилитаризована Зона Вокруг И чтобы Вообще Всякие Военные действия Были прекращены На этой территории Как вы считаете Насколько Вообще Это возможно И Вот От того Насколько Мир Будет эффективен Решение Этого вопроса Вот Как это В дальнейшем Может повлиять На ход Военных действий Потому что Если Ничего не будет Сделано И Россия Например Оставит Свои войска И будет делать То что она Делает Что в принципе Она сказала И будет делать А мир А мир Ничего Не сможет Сделать То тогда Это открывает Конечно Прецедент Для Подобных Террористических Актов В Будь В какой Момент В любой Стране И Кем угодно Тогда Сразу С последнего Атомные Станции Подобные Объекты Это не только Атомные Станции Это гидротехнические Соружения Серьезные Которые могут Устроить Разрушения Которых Может устроить Серьезный Техтагонный Катастроф Есть такие Сооружения Не будем Говорить В Украине Есть такие В мире Плотины И так далее Которые могут Разрушение Сотни Тысяч Человек Не подозревающих Об этом Они Естественно Известны Находятся В зоне Особого Внимания И Контртеррористические Операции Контртеррористические Меры Соблюдаются Не было Случа Вообще Чтобы Атомную Станцию В процессе Войны Захватывала На самом деле Большая Ядерная Держава Террористам В мире Захватить Атомную Станцию Вряд ли Удастся Атомная Станция Находится В достаточно Цивилизованных Странах Большинство Имеют Хорошо Организованные Силы Обороны Большая Часть В ней Входит В блок НАТО Так что Захватить Будет Довольно Сложно У нас Это Произошло Потому что Мы Оказались Объектом Агрессии Одной Из крупнейших В мире Держав По своим Ресурсам Которая Сама Является Ядерной Вот Этот Факт Никоим Образом Ни в какие Расклады Мировые Необходим Никто В страшном Слине Мог Предполагать Что Держава Одна из Учредителей Совета Одна из Учредителей Он Будет Вести себя Как Отъявленный Террорист То что Я начинаю Признавать Страной Спонсором Терроризма Это Запоздалая Констатация Совершенно Очевидного Факта Страна Ведет себя Как террорист И соответственно Рассуждать О том Что она Под призывами Абсолютно Беззубого Импотентного Органа Который Превратился В ООН Что она Отойдет И оставит Сделать Деметаризированную Зону Вокруг Атомных Станций Этой И скажем Чернобыльской Она в похожей Ситуации Находилась И К сожалению Может оказаться Но это все равно Как в голливудовском Фирме Террорист Окруженный Со всех сторон Приставил Пистолет К виску Жертвы Ему говорят Брось пистолет И сдавайся Ну вряд ли Вряд ли Закоренелый Террорист Как правило Работает Снайпер В этих случаях Даже в голливудовских Фильмах Вот Отойти И прекратить Они могут Тогда В процессе Мирных Переговоров Которые будут Происходить После нашего Успешного Подчеркиваю Наступления И тогда Они вынуждены Будут договариваться России На приемлемых Для украины Условиях Не на идеальных Но на приемлемых Вот тогда Да Вот этот пакет Контроля За атомные станции Россия будет Использовать Чтобы что-то себе Более почетные Условия мира Перемирие Выторговать Поэтому сейчас Они отходить Точно не будут Но Это никоим образом Не влияет На безопасность И ситуацию В других странах И с другими Атомные станции Вот если Угроза Нераспространения Ядерного оружия Полностью Перечеркнута Российская агрессия Украина отказалась Получила агрессию Вот эта Эта тема Очень важная Для мира Перечеркнута А безопасность Атомных объектов Нет Второй сумасшедшей Державой террориста В мире Слава Богу Не наблюдается Насколько Безопасность Атомной электростанции Запорожской Важна для Кремля Вот Многие же говорят о том Что Кремль Там может Бомбить Допустить Там взрыв реактора И все прочее Вот Насколько для него Важна наоборот Другая история Чтобы там Все было в порядке Потому что Сейчас формально Российские войска Там стоят Вот Как вам представляется Хочет ли С вашей точки зрения Путин Выглядит там Террористом номер один И может быть Тогда стать целью номер один Потому что Если человек Может взорвать Атомную электростанцию Никто не взорвет Атомную электростанцию Реактор без Там Повеления из Кремля Или все-таки Для Путина По-прежнему Еще важна Другая история Попытка Как-то договориться С Западом Все вместе Путину важно Победить Победить В его представлении Навязать Западу Навязать Западу Некие свои Условия игры Другую систему Международной безопасности Раздел мира На зоны влияния Вот это вот Все-все-все-все Откат От системы Которая Существует Откат от системы Договоренности И правил Перечеркиваем правила И начинаем Мериться Чисто отмороженностью И прямой Там поемной Или какой-то силы Вот для него Важно в этом смысле Навязать свои Правила И это для него Будет победа Украина В данном случае Является Не инструментом А полем Для демонстрации Своей отмороженности Готовности Готовности Так сказать Действовать Как угодно Для обеспечения Для обеспечения Своего желания Своих претензий На мировое господство И в этом смысле Нужно захватить Украину Максимально Дееспособной Вот ему категорически Не нужны потрясения Вроде взрыва Атомной станции Которая полностью Перечеркнет Его претензии На то Чтобы войти В очень узкий Круп Из трех буквально Стран Руководящих Правящих мира Штаты Китай И Россия Вот он пытается Войти Пытается вернуться За стол Переговоров Не в семерку Не в двадцатку В тройку Пытается вернуть Естественно В этом смысле Ему поэтому И применение Ядерного Даже тактического оружия Абсолютно Перечеркивают Его Задумку Стать одним Из властелинов мира Ну и соответственно Авария на атомной станции Которая Уничтожит Там Огромное количество людей В том числе И в России И где угодно Не потому что Он гуманист Потому что Это просто Перечеркнет Его исходный Плот Стать великим Могучим Ужасным Вот Ужасным он стал А великим Могучим Не получается Никоим образом Ему бы этого Не хотелось Ему бы хотелось Шантажировать Но не вступать Непосредственно В здрав Не доводить До решений Которые являются Ну как бы Неотменяемыми Которые Откатить уже нельзя Они разрушили Мариуполь Но они считают Это решением Отменяемым То есть раз Они сейчас восстанавливают Они усиленно Восстанавливают Из каких-то Картонных И некартонных Упрощенные Варианты Строят Чуть ли не декорации Строят Какие-то дома То есть Вот они разрушили Вот они построили Вот смотрите Стало еще лучше Как блюдо Вот привозят Телевидение Рассказывают А вот если Произойдет Авария С атомной станцией Любым подобным Техногенным Объектом Вот это уже Обратно Не откатить Никаким образом Он не хочет Но Та система Которую Они затеяли Война Которую Они затеяли Это зона Сингулярности Зона Где ничего Нельзя предсказать Вот там Возможно Произойти Все что угодно Там Возможно Эксесс Исполнителя Очень много На атомной станции Сделано Чтобы Ни манья Ни дурак Не мог повлиять На ядерную безопасность Сложнейшая Система Я говорил Причай Нобольскую Ее сознательно Надо было Пять Пять уровней Отключить Чтобы Получить Аварию Каждый раз Система Пыталась Прерывать Этот идиотский Эксперимент Каждый раз Кто мог Думать Что Рационализаторы Во главе С директором Станции Будут отключать Так сказать Вот В процессе войны Способ Могут произойти Подобные эксцессы Подобные эксцессы В этом ужас Война Непредсказуема Кроме того Что она ужасно Уничтожает Огромное количество Людей Но она Непредсказуема По последствиям Путин Не хочет Но это вовсе Не означает Что этого Не может произойти И что бы ни Произошло Даже если Я не знаю Украинский танк Приедет Через Аксильную Зону Реактора Запорожская Виновата Россия Виноват Кремль Они затеяли Что Я подчеркиваю Украинский танк Переехал Виновата Россия Потому что Иначе Украинского танка Там не оказалось Вот Вы сказали Интересную мысль О том Что атомные Электростанции Как правило Находятся В развитых странах Где есть Возможность Их надежно Охранять Недавно Путин давал Очень интересное Интервью Где он сказал Что нельзя Применять ядерное оружие Потому что Выживших В ядерной войне Не будет Но с другой стороны Мирный атом Это очень правильно И любая страна Без всяких условий Должна иметь Возможность Оперировать И использовать Мирный атом И он заявил о том Что Россия готова Поделиться Своими технологиями Использования Мирного атома И Сергей Курсунский В своем большом исследовании Которое он недавно сделал У нас есть большое интервью Связанное с этим Рассказал о том Как Россия Сейчас Пытается Строить Атомные электростанции И предлагать Строить Атомные электростанции В Африке Там целый ряд стран В Турции Между прочим Они тоже сейчас Строят Атомную электростанцию И таким образом Получается Что Путин хочет Начать свою Какую-то Другую Игру Похоже Что это попытка Тоже Вот Сесть В этот клуб Трех Только не через Ядерное оружие И еще какие-то Другие вещи А вот таким путем Создавая атомные электростанции В странах Которые Мягко говоря Не умеют Вот Работать С мирным Атомом Вот это Это какая-то другая Я так понимаю Да Геополитическая история Не знаю Как Как Что вы Ничего подобного Вот Особенностью Нынешнего Правления Россией Руководства Россией Является ее Абсолютная Вторичность Серость Некреативность Ничего они Не способны Придумывать Они идут По лекам По шаблонам Они откатываются Назад Откатываются В прошлый век Вот это Экспансия Через ядерное Ядерное Атомные Электростанции И Высокотехнологичные Объекты Высокотехнологичные Это Тема Советского Союза Который Довольно Успешно Развивал И Скажем Там Послали Огромная Гидроэлектростанция Заоружали Почему Это Экспансия Советского Союза Плюс Его Идеология Плюс Его влияние В борьбе С Соединенными Штатами Америки Путин И Кремль Пытаются Убого Повторить В такой Шаржевый Шаржевый Парадийный Что ли Форме Не имея Ни мощи Ни понимания Ни знаний Ни возможностей Самое главное Понимание Повторить Что такое Если мы Если в Турции То бокс В Турции Безопасность Все Очень неплохо Страна А если Россия Начинает Что-то сооружать В какой-то Африканской стране То она будет Наружу Рассказывает Что она будет Делать целый пакет А именно Строим станцию Строим Вокруг Систему Противовоздушной Обороны Заводим Свои С-400 Заводим Туда Ограниченный Контингент Охраны То есть Это Ползучий Атом Колониализм То есть Они пакетом Будут получать Контроль Практически За этой территорией Потому что Там будут И вооруженные силы Для охранной станции Куча тяжелой техники Для охранной станции Естественно Правительство Этой страны Будет В полной Зависимости От этого Контингента Это Ползучий Колониализм Под видом Технологической Высокотехнологической Помощи Но это Концепция Советского Союза Которая Не удалась У Советского Союза Да А кстати Почему Она не удалась Это интересно Почему Она удалась А потому Что тут же Пошла Конкуренция Со стороны Соединенных Штатов Они начали Предлагать Такие услуги На конкурентной Основе Их пакет Был Так сказать В ряде случаев Куда более Интересным Поскольку Они все-таки Некие там Демократические Ценности Плюс Разные Высокотехнологичные Продукты Начали Предлагать Которые Советский Союз Не мог Предложить Армию Военную Технику Запросто Атомную Таксанцию Запросто А все остальные Автомобили Марки Шевроле Форд Нет Нет Плохо Холодильники Стиральные машины Пылесосы И всякое прочее Благо Цивилизации Нет Нет И вот все Вот в пакете Которые Начали Предлагать Американцы Он был Более Выгодным Для Ряда Стран Которые Стремились Какому-то Богополучию Процветанию А Советский Союз Только Стреляющее Железо Далеко Не все Диктаторские Страны Судовую Семь Семь Диктаторы Получали Долю Со всего Этого Из финансов В миллиардных Объемах А все Остальные Нет Там Где были Какие-то Намеки На Псевдо Даже Демократический Путь Развития Те Принимали Схожие Предложения Соединенных Штатов И еще Одна тема Которую Хотела бы С вами Обсудить Вот Сегодня Тимоти Эш Британский Экономист Написал Очень интересную Колонку О том Что Путин Будет готов Предложить Переговоры Ближе К осени И он Сказал Очень интересную Мысль Вот И мне Очень интересно Что вы По этому поводу Думаете Тимоти Эш Сказал Что Путину Нужно Сберечь Хоть какой-то Баритет с НАТО Или Какие-то Возможности Против НАТО О чем он говорит Он говорит О том Что если Путин Использует Все свое Оружие Максимальное Да Современное В войне Против Украины То фактически Будет Потерян Этот Баланс На котором Путин По крайней мере Так Думал Что у него Есть какой-то Баланс С НАТО В этом смысле Вот мы Очень редко Говорим О том Что мы говорим Что сколько там Осталось ракет И так далее И так далее Но ведь По большому счету Украина ведь Не единственный Враг России И в этом смысле Насколько Желание Сохранить Вот этот Баланс Или хотя бы Приблизительный Какой-то Паритет С точки зрения России Повторюсь Может заставить Путина Пойти на переговоры Причем на переговоры Где мяч Будет на стороне Украины Об этом Пишет Тимотиэш И об этом Сказали сегодня Вы О том что Во время переговоров Мяч будет на стороне России На стороне Украины Простите На стороне Украины С мячом Тут сложно Когда говорят Что мяч на сей Той стороне Это значит Что эта сторона Оказалась Ситуация Калиния Нужно отвечать На серьезное Действие Или предложение Другой стороны Мяч на стороне Соперника Это я сделал То что я должен был Сделать Теперь я жду От него ответ То есть Россия Напала на Украину Украина Ответила Теперь мяч на стороне России Она начала Она и должна Заканчивать Свою агрессию Что касается Вот есть Некий элемент Таких у всех Западных Обозревателей Некий элемент Непонимания Системы Не мышления А системы Рефлекс И Мышления Это Продвинутый Процесс А рефлекс Доступна Мелким тварям Беспозвоночным В том числе Червям Рефлексия У них все-таки Рефлексия Во многом Что не мешает Мелким тварям Пытаться Распространяться Всяким вирусом Распространяться По миру И уничтожать Вполне Развитые организмы Да Так вот Никто У России Нет никаких врагов Украина Не враг Никогда Не была Врагом России Главный враг России Это Россия Внутри себя Она устраивает Себе Все главные Беды Вот Все там Сколько можно Время Наблюдений Историйских Наблюдений За Россией Она уникальна В том смысле Что она устраивает Все проблемы Не собиралась Украина И в страшном сне Нападать На Россию Не собиралась Это понятно Но с точки зрения России Украина Это для нее Враг И еще какой Она Она Сейчас Называется Врагом На самом деле Это плацдарм Который Позволяет Ей Превратиться В сверхдержаву В реальную Империю Без которого Это невозможно Ну условно говоря Вот у них есть Там автомобиль С разборки Без двигателя Ну какой Никуда ты не поехал Вот у меня Можно только демонстрировать Стоя на месте Не открывая Даже двери Украина Условно Это уже Двиг Это уже Поехали Это уже Автомобиль Корявый Ну а это уже Автомобиль Ребята Ребята Вы уже Можете Передвигаться С вами Мы начинаем Общаться С автомобильным Водельцем Автомобиля Вот в чем Для России Украинская ценность Она позволяет Ей сформироваться Таким Из Корпуса Остого автомобиля Превратиться В транспортное Средство И тогда Можно с другими Автовладельцами Разговаривать Условно говоря На рамках Я говорю о том Что не боится Россия Никакого нападения Со стороны Не со стороны НАТО Как такового Не со стороны Отдельных стран Не Прибалтики Ни какой-то Никоим Ни со штатов Не боится Она никакого Она отчетливо Точно Никто не будет На нее нападать Абсолютно Потому они Выпендриваются Поэтому им В общем-то Оружие нужно В основном Для мелких конфликтов Для подавления Ситуации Внутри себя Для надувания Еще И мускулов Для влияния В странах Условно Второго Третьего мира Вроде Сирии Для шантажа И завоевания Стран Вроде Беларуси Вот для чего Нужно по факту Сколько его там останется Останется Вполне достаточно Чтобы эти Задачи Выполнять Не боится Кремль Потерять Свою Мощь Поскольку В их системе Так сказать Координат Завтра на них Никто не нападет Они точно Это дело Знают И в общем-то Потому что Страна большая Увязываться В некую борьбу Никто не станет Более того В Кремле Точно знают Что Две недели По их оценке По их оценке Генштаба Конвенционная война Против НАТО В России Закончится Максимум За две недели Это их оценки Они прекрасно понимают Что они не способны Воевать С НАТО Если НАТО Расчехлиться И будет воевать С ними всерьез Не я придумал Они оценивали Способность Украины Сопротивляться Четыре дня Это они оценивали А вот Эта оценка Что не две недели Способность Сопротивляться Надо Это их оценка Генерального штаба Итог Я сказал Некоторым образом Завышенный Поэтому Нет Это не заставит Их сесть за стол Переговоров Исчерпание Каких-то современных Вооружений Страна остается Там беззащитной И все такое Абсолютно Не останется На беззащитной Ради бога Посадить Эти бурятов Старые-старые Танки Которые Немеренное количество Стоит на разных Площадках Под открытым Нямом Никаких проблем Их может Усадить За стол Переговоров Ситуация Когда Украина Начинает Достаточно Стремительно Контрнаступать Освобождая Свои территории И это Начинает Превращаться В то Что было в Крыму В Новофедоровке Некий Зримый процесс Который Не может Не способен Отрицать Даже там Робот-андроид Типа генерала Коношенкова Вот он не может Отрицать Что они откатились Отступили от Киева От Харькова От Харькова Они не могут Отрицать Что в Новофедоровке Произошли взрывы Они могут Рассказывать Что какой-то Алкоголик Путинский сокол Уравнил Полутонную Боеголовку Бомбу И от этого Она взорвалась Вот это они Могут Рассказывать Но отрицать Что там Произошли Серьезные взрывы Они же не могут Украина Начнет Наступать И они Вынуждены Будут Прекращать Этот процесс Путем переговоров Чтобы переговор Прерваться Собрать новые силы Подтянуть Какие-то Другие ресурсы Что-то Остановить Таким образом Наступление Украины Которое Невозможно Скрыть От собственных Граждан Которые По многому Еще продолжают Верить Что все Идет по плану Что военная машина Бомболет Я это постоянно Читаю У них Искренне пишут А вот Вы дождетесь Пишут россияне Вы дождетесь Того Что наши Бомболеты На высоте Недоступны Никакому ПВО Тысячами Полетит На вас На Украину И тысячами Бомб Которые Ракет Которые Невозможно Перехватить Уничтожить Вашу Украину Полностью Превратить В безжизненную Пустыню Они продолжают Верить Что у них Есть такая Возможность На самом деле Россия Воюет С 150% Нагрузкой Всех своих Возможностей Не на 100 А на 150% Воюет Всех С напряжением Всех своих Сил Ресурсов Вот Ужас Поражения Которое Станет Очевидным Для российского Электората Вот это Пугает И это Способно Усадить Кремль За стол Переговора А вовсе Не потенциально Западная Ваши ожидания Что Что с политической Можно 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 Завершить Активные Тем не Активные Перечисления Преимусти Впадывая Противостояния И это Затянется Достаточно Надолго Вот В течение Августа Начала Сентября Готов Общаться И Рассказывать Почему Один из этих Вариантов Является Преобладающим Александр Кочевков Был сегодня С нами На связи За что Мы Александр Вам Очень благодарны Спасибо большое И Конечно Признательно Вам Наши спонсоры На платформе Патреон Оставайтесь с нами Это был Укрлаев Тени